Всем привет! В этом видео я хотел бы вам рассказать об одной такой дерьмовой компании, как Motorola. И почему вам не стоит поддерживать их копейкой. Я расскажу о том, как Motorola сыт в уши своим покупателям, как я поучаствовал в проекте, который смог анлокнуть загрузчик телефона, который раньше считался невозможно разблокировать, и многое-многое другое. Многие критикуют Xiaomi за сложность в разблокировке загрузчиков на телефонах с Hyper-Oiseю, но знаете ли вы, что может быть хуже? Ну конечно же, искусственный запрет на разблокировку загрузчика на телефонах от Motorola. Да, именно так, Motorola искусственно запрещает вам разблокировку загрузчика на большинстве телефонах, у которых сок не Qualcomm. Меня сука прям жопу разрывает от топиков на Reddit или на FUPDA, где люди с серьезным ебалом утверждают, что на телефонах Motorola разблокировка загрузчика это... Изи, 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 все, изи. Нихуя это не изи! В этом видео я хотел бы сосредоточиться именно на модели Moto G13 G23, потому что я так хорошо исследовал эту хрень, что мне прям уже тошно от нее. У Motorola есть свой официальный универсальный способ для разблокировки загрузчика. Нужно зарядаться на их сайте, получить уникальные идентификаторы из FASBOOT, ввести их в форме и вам пришлют на почту ключи для разблокировки загрузчика. Ладно, давайте попробуем это сделать с Moto G13. Я даже промолчу о том, нахуй они требуют регистрацию акканта на их сайте для разблокировки загрузчика. Промолчу о том, что если разблокировать загрузчик, то вы будете не вправе кому-то продать свой телефон. Промолчу о том, что при разблокировке загрузчика гарантия у вас пропадает. Если, например, у вас сдохнет аккумулятор, то гарантия из-за разблокировки загрузчика будет недействительна. Простая аналогия. Вот представьте, что у вас в ноутбуке сох аккумулятор. И вот вам откажут в гарантийном ремонте только из-за того, что вы переустановили операционную систему. Например, с винды на какой-то там арч. Так не должно быть. Не должно. Ладно, это все похуй. Самое печальное, что я даже на таких хуевых условиях не могу разблокировать загрузчик официально. После этого я и еще кучка пиплс. Мы пошли разбираться на форум. В чем же дело? И начали строчить посты. Нас 25 тысяч. И мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. И о боже, какие же там тупые боты сидят на поддержке. Только посмотрите на эти легендарные ответы от мотоагентов. Ну это ж пиздец, блядь. Ладно кто-то скажет, но не хотели они предоставить возможность разблокировки загрузчика для этой модели. Ну и что? Смотрите дальше. Самое интересное только начинается. Я, Шоми и еще некоторые другие люди посчитали такое поведение неприемлемым. И в итоге мы начали искать обходной путь для разблокировки загрузчика и документировать все наши действия. Для начала нам нужно было сдампить все разделы, и для этого нужен был домблонд-агент для флэштула. Я заметил, что RSI, это такая фирменная говнопрога от Моторолы, как раз является обычной оберткой над флэштулом. Даже сам флэштул скачивается отдельно самой программой. Но знаете что? Они, блядь, решили поставить на загружаемый архив с флэштулом чертов пароль. И знаете, какой самый рофлс? Они распаковывают этот самый архив в ту же директорию, где находится архив, во время прошивки телефона. И пал я в рот эту Моторолы Секьюрити Компани. Так что я просто взял и быстренько скопировал распакованную директорию с флэштулом во время прошивки устройства. Через флэштул я так и не смог сделать дамп разделов, но получилось сделать это с помощью МТК Клиент. С помощью второго ДА файла, который находился в другом месте. Нахуй им два разных ДА файла для прошивки и почему один из них не работает в флэштул, я даже предполагать не буду. Они, блядь, конченые. Перед тем, как я вам расскажу, как нам все-таки удалось разблокировать загрузчик, мне нужно немного пояснить, как загружаются телефоны на МТК. Некоторые термины и почему мы не использовали уже доступные обходы. Для начала, БРОМ или БУТРОМ. Это самая первая хрень, которая запускается при включении устройства. Она записана в чипе на заводе, ты не можешь ее перепрошить, заменить, удалить или обойти. Это чистый хардкод. Ее задача запустить следующий этап загрузки. Но! БРОМ также используется для аварийной низкоуровневой прошивки. Именно так и работают такие обходы, как МТК Клиент. МТК Клиент пытается любым способом попасть в БРОМ и пропатчить раздел, где хранится статус загрузчика. Но Моторолла, сука такая, запаивает E-Fuse на всех своих телефонах после 2019 года. E-Fuse или же электронный предохранитель, это такие маленькие одноразовые битики в чипе, которые можно прожечь всего один раз и все, назад пути нет. Моторолла просто сжигает E-Fuse, чтобы ты больше никогда не смог попасть в БРОМ. Даже если ты стенсуешь Брэйли Дамс или все возможные невозможные тестпоинты затыкаешь. Хуй тебе, а не БРОМ. После БРОМ грузится прелоадер. Это такой мини-загрузчик, который инициализирует память, USB и так далее. Он уже хранится в EMMC или в UFS. Он может быть заменен, если ты знаешь, что делаешь. Но, если он сломается, а в БРОМ ты попасть не можешь, например, как у нас, загрузчик заблокирован в E-Fuse, телефон просто превращается в жесткий кирпич, который можно будет восстановить только с помощью странного GTX и пайки. После прелоадера грузится раздел LK или Little Kernel. Именно внутри LK находится режим Fastboot. А значит, что все Fastboot команды это не что-то встроенное в чип. Это просто функции, которые Motorola может изменить, вырезать, скрыть или сделать бесполезными. У вас может возникнуть идея. Так если через команду в Fastboot проверяется ключ перед развокировкой загрузчика, так почему бы просто взять и не модифицировать LK и не убрать эту сраную проверку? Ответ простой. Из-за AVB. Все современные телефоны используют AVB. Это Android Verified Boot. Он проверяет, что ядро, образ системы и все остальное подписаны правильными ключами. Если ты зальешь любой кастомный образ без валидной подписи, хуй тебе, а не загрузка. У вас будет весело светиться ошибка RedState и телефон уйдет в бутлуб. А теперь прикинь, ты не можешь отключить AVB, ты не можешь разблокировать загрузчик и даже не можешь попасть в B-ROM. Так как тогда можно с такими входными данными надеяться на разблокировку загрузчика? И тут все просто. Давайте посмотрим, какую именно мы ошибку получаем при попытке разблокировать загрузчик. Unlock K. Length is incorrect. Тут не сказано, что команда не существует. Тут определенно ошибка незаданного ключа. Значит, все-таки загрузчик может быть разблокирован. Телефон точно поддержит разблокировку загрузчика. Моторола просто нам нагло врет. С помощью команды Strings я получил все строки из образа LK и с помощью grep отфильтровал только OEM команды. И я нашел кое-что интересное. Fastboot AMK, Fastboot OEM YetK и Fastboot OEM GetSock ID. Как раз с помощью OEM K мы можем задать ключи для разблокировки. А вот с помощью GetK и GetSock ID мы получаем какие-то там интересные идентификаторы. Еще раз вам напоминаю, официальные представители моторолы на форуме нам ссали в уши на протяжении месяца, что разблокировка загрузчика на этой модели невозможно и не поддерживается. Не забывайте об этом. И тут вступает в бой шуме. Именно ему удалось выполнить финальные действия для разблокировки загрузчика этого мотороловского говна. Он скрыл образ LK через гидро. Начал перевиновывать функции, копался в переменных, сверялся со старыми утекшими исходниками от Mediatek с гидхаба. И вот самое интересное. В Fastboot есть функция Fastboot Flashing Unlock Check K. Она работает примерно вот так. Берет первую часть Sock ID, это типа уникальный серийник чипа, копирует его два раза подряд в буфер, хеширует это дело через SSA256, сравнивает результат с тем, что ты ввел Fastboot как Unlock K, и если все совпало и все хорошо, загрузчик будет разблокирован. Все, никакой магии. Просто хеш от первой части Sock ID дважды подряд. Это значит, что если ты узнаешь Sock ID своего устройства, ты можешь сам, блядь, сгенерировать этот сраный Unlock K и разблокировать загрузчик. А мы как раз знаем наш Sock ID. Помните, как я раньше обнаружил команду Fastboot OEM Yet K? Именно эта команда возвращает идентификатор, который нам нужен. И вот, у нас появился скрипт, который может сгенерировать валидный ключ для разблокировки загрузчика. Это именно то, что Motorola не могла предоставить своим покупателям все это время. У меня, сука, жопа горит, какие же Motorola пидорасы. Если даже мы, без доступа к исходникам, смогли написать генератор ключей, то какого вообще хуя вообще нам пиздели о невозможности разблокировки загрузчика на официальном форуме? Сейчас Motorola, это не та компания, которая была раньше. На данный момент Motorola и владеет Lenovo. Именно та компания, которая заливает легендарный черный Lenovo компаунд под чипы, из-за которого ноутбуки становятся непригодными для ремонта. Эта маразота залита наглухо компаундом по всему периметру практически. И, скорее всего, залита она настолько, что вплоть, зная Lenovo, могу предположить, где-то вот до уровня кристалла. Именно та компания, которая убила легендарную линейку ноутбука ThinkPad. Motorola, это компания, которая ненавидит своих покупателей. Особенно тех, кто хочет контролировать свое устройство. Они врут, запрещают, делают все, чтобы ты чувствовал себя не владельцем, а просто арендатором. А то, какая у них политика обновления устройств, это просто жесть. Каждое обновление, мало того, что задерживается на полгода, но также содержит еще ту его кучу багов. Не покупайте телефоны от Motorola, вы матерям еще нужны. Пожалуйста, распространите это видео информацию, все источники я оставлю в описании. Еще свидимся.